Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Здравствуйте, в студии Владимир Сметанин. Более полутора миллиардов рублей удалось привлечь Кировской области для расселения граждан из аварийного жилья. Благодаря дополнительным средствам власти планируют завершить программу до конца 2023 года. Речь идет о жильцах тех домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Для расселения людей в Кировской области построят 16 домов. Контракты на строительство шести объектов, в том числе трех в Кирове, уже заключены. В стадии подписания находятся контракты на строительство еще десяти зданий. В этом году власти впервые решили приобретать для переселенцев квартиры в домах, строительство которых еще не завершено. Аукцион выиграла компания Кировспецмонтаж. В этом году у застройщика купят квартиры для расселения почти тысячи человек, сообщили в правительстве региона. Для продвижения кировских народных художественных промыслов могут создать сайт. Собственный портал может стать одной из мер поддержки народных художественных промыслов. Сайт будет интегрирован с интернет-магазином, сообщают бизнес-новости в Кирове. Идею создания портала поддержали в ОЗС. Спикер Заксобрания Роман Береснев подчеркнул, что подобный сайт необходим в том числе для позиционирования Кировской области как региона с разнообразными ремесленными традициями. Кроме того, мастерам рекомендовали активнее заходить на маркетплейсы. В эфире экономика. Чуть более 8% кировских семей могут позволить себе взять машину в кредит. Речь идет о покупке автомобиля за 900 тысяч рублей и его последующем обслуживании. Исследования платежеспособности в регионах провели РИО Новости. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там доли семей, которые могут позволить себе ежемесячно платить по кредиту, тратить деньги на обслуживание автомобиля и при этом не ограничивать себя в обычных расходах, составляет почти 57%. На последней строчке рейтинга Ингушетия с показателем 2,6%. Кировская область расположилась на 60-м месте. Купить в кредит недорогое по нынешним меркам авто могут только 8 с небольшим процентов семей. Тех, кто может себе позволить машину дороже, в районе 2,5 миллионов рублей, всего 1 с небольшим процент. Купить в кредит-апто премиум класс со стоимостью 10 миллионов рублей могут лишь 0,05% кировских семей. На этом все. В студии был Владимир Сметанин. Программа «Экономика».